Сметанный торт или бисквит со сметаной. Чаще всего встречается под названием торт черепашка. Ну в моем случае это не совсем так. Так или иначе, но это бесспорный победитель в номинации самые быстрые и самые простые тортики в мире. К тому же божественно вкусный. Итак, нам понадобятся вот такие вот печенюшечки. Это аэрплецхен. Ну по-русски наверное я не смогу это перевести. Скорее всего это будет яичные ляпки. Ну по существу это обычный бисквит, то есть сухой бисквит. В общем-то сделаны из муки, сахара и яиц. Вот посмотрите ингредиенты. Конечно можно выпечь это и самому, но это продается в любом супермаркете. И концепция торта делать не напрягаясь и очень быстро. И сметана. Сметана может быть любой жирности. В принципе чем жирнее тем лучше. Ну вот я сделал и на 10% вполне классно. Если вам не хватает, можно добавить например маскапоны. И смешать это все. Все равно все это придется смешивать. Теперь вариации. Можно сначала вывалить вот так вот печенье и сметану. Да, кстати видели, вот зачем я кручу. Когда покрутишь баночку из нее, чаще всего сметана выпадает вся. То есть не надо ковыряться ложкой. Можно. Теперь делаем форму. Опять же не обязательно. Если вы хотите, чтобы оно получилось похоже на черепашку, можно выкладывать без всякой формы. Здесь я выложу. Оно в этой форме застынет. И потом я ее переверну. Будет тортик перевертыш. Любая пищевая пленка, любое масло растительное без запаха. Нам нужно, чтобы это не прилипало. И вот так выкладываем. То есть здесь вы понимаете, вариации были. Можно было каждую сухую печенюшку сначала в сметану. Можно как я. Вот так вот быстрее. Но да, бисквит размокает довольно быстро. Поэтому зевать здесь не стоит. Все разровняли, закрыли, чтобы не заветривалось. И в холод на 12 часов, можно на сутки. За это время бисквит высосет всю влагу из сметаны. И будет классно. Теперь проверяем, сколько же у меня осталось. Осталось, видите, 100 грамм. То есть я взял пачку и еще пол пачки. Итого на килограмм сметаны уходит примерно 300 грамм печенюшек, бисквита. Теперь все это раскрыли, перевернули, сняли пленочку. И наслаждаемся этим. Ну, просто я, честно, не знаю, какой тортик может быть еще проще. И да, видите, классика. Это все посыпается какао-порошком. Но можно и шоколадной стружкой. А раз уж концепция не заморачивалась на что бы вкусно, я взял вот такой вот шоколадный соус. С ним получилось просто. И, ну, скажем так, издалека, с 300 метров и ночью видно, что это домашний тортик. Такая спорная красота, но при этом он яркий, он вкусный, он невероятно приятный. Главное, готовьте с удовольствием, кушайте с аппетитом. Тридцать стала любовь.